Это местечко называется Торра Валентина или Башня Валентина. Находится оно на Коста Браво между городками Паламос и Пла-Джедааро. По узкой тропинке над каменистыми бухтами мы подходим к стражевой башне Валентина. Это типичная башня XVI века, стражевая башня. Строили их в ту эпоху, когда на эти берега постоянно совершали атаки алжирские и турецкие пираты. Сейчас эта башня находится в частных руках, но можно видеть средневековую конструкцию этой башни. Четыре очень высоких этажа, но размером высотой семиэтажный современный жилой дом. Вот прямо на море смотрят нечто вроде балкончика. Это батакана, место, откуда на головы нападавших сбрасывали какое-то оружие, камни, кипящую воду. И вот с другой стороны, я показываю пальцем, дверь на высоте второго этажа. Туда влезали по лестнице. Лестницу поднимали за собой, чтобы у врага не было возможности проникнуть внутрь, в крепость. Вдоль тропинки растут сосны. Сосны – это типичное дерево побережья Коста Брава. И сосны спускаются прямо к морю. Давайте прогуляемся немножечко по тропинке, чтобы выйти на огромный пляж. Отсюда начинается потрясающий пляж, который идет до соседнего городка Паламос. В ветреную погоду море особенно красивое. Такие яркие, сочные, голубые тона. Приливаются волны на солнце. И особенно сильно пахнут сосны. Типичные пейзажи Коста Брава – это такие вот каменистые бухточки, поросшие соснами. Во многие бухты можно спуститься, где видны лестницы, прямо до каменистых утесов. И местные жители спускаются, чтобы ловить рыбу, морских ежей, ну или просто искупаться в маленькой бухте. В бухты можно спуститься по вот таким вот узким лесенкам. Не всегда они безопасны, надо сказать. В очень ветреную погоду лучше не спускаться. Но так можно дойти до безопасного места, спуститься в укромную бухту, насладиться видом обушующего моря и такой сине-голубой палитрой. Всегда это будет выбрамление сосен. Естественно, потрясающий воздух морской, сосновый. И вот так вот сквозь хвою проглядывают силуэты сторожевых башен. На Коста-Браво каменистые бухты сочетаются с огромными песчаными пляжами. Поэтому здесь любой любитель моря найдет место по вкусу. Можно поваляться на пляже, можно полазить по бухтам, ну или просто прогуляться, насладившись пейзажами, воздухом. Мы видим пляж, местечко Сан-Антони де Калонджа. Огромнейший пляж, очень красивая набережная. И вдали, на другом конце залива, городок Паламос. Я спустилась в одну из бухт, к самой воде. Отсюда хорошо просматривается Паламос. Белые паруса сегодня вышли в море. И обратите внимание на разницу в цвете воды. Видите, прям вот видны полосы синий, бирюзовый. Цвет морской волны, зеленоватый. Вот здесь уже можно видеть крабов, маленьких рыбок. Морские ежи появляются в конце осени. Ну или просто посидеть, помедитировать наедине с природой. Прямо здесь начинается пляж, который идет дальше, Паламос. Но мало кто знает, что в этом месте находится след войны. Это не что иное, как военный бункер. Эти бункера строились вдоль побережья в 40-е годы, когда в Европе шла Вторая мировая война. А в Испании правил диктатор Франко, который боялся воздушных атак со стороны Франции. На самом деле эти бункера почти не были использованы, потому что атаки так и не было. Но вот сейчас это такие немые свидетели. Другой эпохи, когда вместо туристов здесь были военные. В начале пляжа и вдоль всего пляжа находятся апартаменты, маленькие отели, бары. Это место тихое, но со всеми удобствами. Очень подходит для семейного отдыха, для спокойного отдыха. Здесь уже не найдете дискотек. То есть, если хочется такого более движухи, можно проехать соседние Клайдару. Здесь много кемпингов, где отдыхает молодежь. Хочется хорошая гастономия. Вот, пожалуйста, Паламос со всеми его рыбными ресторанами. В самом пляже есть услуги, спасатели, медпункт. Но прежде всего, вот эти вот просторы. Так, можно искупаться, души есть, конечно же. Ну и с другой стороны, повторяю, спокойное курортное удовольствие. Есть Wi-Fi. Сейчас покажу, как раз Wi-Fi. На пляже потрясающего качества песок. И вообще много удобств. Прежде всего, для инвалидов. Вот есть бесплатные туалеты. Нет раздевалок, но туалет можно использовать при желании. Хотя, в общем-то, здесь раздеваются все на пляже. Есть души, есть медпункт. И голубой флаг, который присуждается за хорошее качество пляжей. Это европейский голубой флаг. Можно сказать, что зимой здесь так же солнечно, так же зелено. Такие же цветочки. Еще меньше народа. Естественно, море не такое теплое. Но за исключением температуры воды, все остальное прекрасно. Можно загорать весь год. Зимой, днем, на солнце. Здесь может быть плюс 25. Запросто. И для прогулок, для воздушных солнечных ванн. Отдых здесь, в общем-то, круглогодичный. Мы видим детскую площадку. И выйдем на мостик, где я с вами прощусь. До новых встреч. Если вам интересно, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные места. Каталуния, Испания. Эта речка уходит дальше в горы. И до новых встреч в красивых местах. С вами ваш гид Светлана Саленко. Продолжение следует...